Ребята, всем привет! Новый день, новый влог В гости приехала мама Что ты гордишься, но я рано стою Молодец Видишь, я уже успела накрасть, причесаться Красавица моя Сейчас у меня будет показательное выступление Я мог сделать сырники О, бифстрогана Санёк Как дела? Юля, видела какие яички у меня сделаны Смотри, какие красивые Красивые? Что ж, в холодильнику берем? Давай Вон Вибочка как радуется Что хочешь? Колбаску? Ты к зубнему ходил Попробуй пирог Такой вкусный, ты сейчас обалдешь Я по новому рецепту сделала Сейчас Час уже почти Быстренько, мы 15 минут и поедем А то пробки будут Смотрите, как Юлечка обнимается Бабушкой Она меня прям обняла Я хотела ее снять, а она вцепилась в нее Посмотри Прям лапками обняла Да, она любит иногда пообниматься Спасибо Маленький У меня знаешь, какой вопрос к тебе, мам? Какой? Вот когда я творог Делаю этот, чтобы сырники сделать Почему творог такой холодный? Он тебе тоже такой холодный? Ну, он уже с молодежью Ну да, тебе тоже или денег так руки, что ты с ума сходишь? А ты что, его руками мешаешь? А как надо? Ложкой Я могу ложкой Давай я тебе покажу мастер-класс Хочешь? Да И одно яйцо, да? Да Ну вот, берешь вот так вот все это Я вообще знаешь, как делаю? Я сначала кладу яйцо Да Потом в него сахар Потом это все взболтало Ага И уже в массу, вот в эту вот, кладу творог И потом вот так вот это все делаю Я это делаю руками, мне так плохо Я думаю, господи, неужели... Видите, моя Халеса, я ждала мамочку, чтобы мама подсказала, что надо делать это вилкой, а не руками Ну, ничего страшного Все когда-то учатся, правильно? А, еще сейчас муку достану Да, вот, у меня почему-то получается пожиже Вот, я об этом тоже думаю Нет Что это за дело? Может, яйцо маленькое? Ну, наверное, маленькое яйцо, но это не страшно На самом деле Просто меньше муки добавить? Сахара, мне кажется, маловато, на мой вкус Да, я пять ложек добавила Может, творог такой сам по себе еще не сахар? Ну, творог, да Во-первых, творог, видимо, густой Сколько процентов, наверное? Девять Девять, да? Ну, хороший творог, где покупала? А, ты по вкусу говоришь, хороший? Ну, и по вкусу, и вообще такой жирный В лавке заказала А, ну, хороший, да, я просто, видишь, что хороший Так, мука Ну, тут, возможно, я многовато, смотри Ну, конечно, я вот так, на глаз Сейчас Начинается Что начинается? На глаз Ну, вот, где-то половина ушла Ну, да Сейчас вот это все мы перемешаем Вот, когда уже начинает твердеть, тогда уже можно руками Ну, честно, я не люблю руками Я прошу вот Вот так вот Биф, ты что? Муку будешь? Так Теперь у меня знаешь, что надо? Досточку, да? А ты на досточке делаешь? Я прям тут усыплю В прошлый раз я делала У меня первая партия Получилась хорошей А вторая сгорела вся нафиг Я беру обычно рядом в магазине И у меня поэтому пожиже получается Так что муки можно было даже поменьше положить Но это не страшно Ну, да, они просто подтверждены будут кушаться Так Я просто пыталась понять, как долго их именно варить О, жарить Жарить, да Ну, короче, сейчас колбасочку просто скатать Да, вот тут такую вот колбасянку Ну, короче, на самом деле вот с этим понятно То, что теперь можно вилкой мешать, оказывается Это здорово Ну, вот, хорошая колбаска такая получилась Если чувствуешь, что маловато муки Нужно досыпать Вот таким образом ее Она же, видишь, к рукам Спросил с Ларой, Сань Он тут все равно не ловит на кухне Не липнет уже к рукам Но нам все равно еще понадобится мочиться немножечко Потому что мы сейчас будем формировать эти Кружочки? А ты знаешь, как я сделала? Вообще офигенно получилось Я взяла лопатку Отсоединила Отодвинула Просто прижала И получился круг Молодец Круто? Круто Это знаешь, как удобно И ничего к рукам не прилипает И потом просто подделай И сразу на сковородку Шмяк Ну-ка Так, что ли? Ну да, сколько надо Отдвигаешь И я еще двумя лопатчиками Типа сверху Двух рук У меня прилипает Я привыкла по-своему Вот Перевернула Сделала Ну, кто-то разной формы Кто-то У меня вот обычно они получаются такие Кругляшки Ну, не кругляшки, наоборот, я бы сказала Овальные, типа Овальные А у тебя, видишь, они Ну, у каждой хозяйки по-своему Только это по сути Чего форма-то? Я тебе сейчас помогаю Но все равно Это твоя кухня Твой твор Молодец Надо готовить Учиться Все правильно Женщина должна готовить Обязательно Сейчас в комментариях начнется Никому ничего Женщина не должна Как я один раз сказала Тоже, блин, вообще Я сказала, по-моему, на подкасте Что-то такое говорила То, что вот Я не хочу проснуться в 30 лет Там что-то одинокое дело И все так к этому Отнеслись жестко Как будто бы Это, знаете, установка всемирная И все должны делать так Как я считаю Просто у меня В моей какой-то там Голове Мое такое представление Что я хочу в 30 лет проснуться Вот, да, день рождения 30 лет Я просыпаюсь И у меня уже есть муж Дети Вот мне так хотелось И ко мне так, ну Написали Типа, в смысле Что это значит Типа, вот мне уже 30 Типа, и ничего мне не надо И ничего я никому не должна Да и ради Бога Ребята Вот Нет, у каждого, во-первых Свой посыл Конечно У каждого своя судьба И каждого свои вообще мечты Если кому-то нравится В 30 лет без мужа Это ради Бога Ну, конечно Не знаю насчет мужа Но дети Конечно, детей бы хотелось И почему говорю Что женщина должна уметь готовить А также своим любимым детишкам Ну да Готовить вкусняшки Конечно Ну и конечно же Мужу надо готовить А как же Ну это может Я, знаешь, думаю Из семьи Очень много Это, конечно же, идет Потому что вот у меня детство Оно такое, знаешь Вот Я вспоминаю И всегда У нас в семье все готовили Всегда было много всяких вкусняшек Там мама, бабушка Всегда вот как-то Я к этому привыкла Поэтому я не представляю Как можно по-другому Как можно детей, например, кормить Постоянно какой-то заказной едой Я понимаю, что иногда можно Да, уже когда ребенок подрос Заказать какую-нибудь вкусняшку Там даже, может, там пиццу Что-нибудь такое заказать Иногда, да Ну понятно, все любят побаловать Но я имею в виду Что, ну, как бы готовить-то Как не готовить Детишкам особенно Ну, конечно Ступчики там всякие Ну, всякое бывает Что иногда приходится Что-то даже купить готовое Ну, все же от времени зависит Это понятно Но совсем уж так, знаешь Я вам своих разбаловала Что-то я пиццу пару раз приготовила А теперь вместо того, чтобы заказывать Мне он дома Мам, сделай пиццу Ну, у тебя хотя бы своя Со своими этими полезными ингредиентами Ну, полезные не знаю Но своя, да, вкусная Конечно, она вкуснее, чем магазинная Вот, сейчас я хочу увидеть Еще сколько масла ты добавляешь Как я удачно зашла Припахали тебе здесь, да? Зашла кофе попить На сколько заряжать? Ну, поставь на максимум Потом убавим Или на 7, на 8 Да, вот оставь Ладно, а масла сколько? Ну, сейчас Она у тебя же быстро У тебя просто у меня плита А, у меня быстро Я сразу масло добавляю На, кофеек Ой, надо сковородки менять, дочь Да, наверное Давно я у тебя не была? Да нет, ты была На 23 февраля Ты еще тогда сказала Что надо сковородки менять А, да Ну, видишь, у меня уже сковородки начинается Ну, что поделать Так Ничего не поделаешь А моя бабушка вот так вот делала Вот Ого Да Что-то такое я вспоминаю Я тоже так иногда делаю Бабушка Вера тоже так, кстати, делала И бабушка Вера, и моя бабушка Ух ты Вот и лайфхак Лайфхак? Лайфхак Лайфхак Даже я научилась говорить лайфхак Да Круто Блин, действительно Так что вот так Это прям сразу добавляет какой-то изюминке этим Еще туда изюм можно засунуть Или просто взять массу с изюмом и сделать из нее сынки А, ну да Ну, вот знаешь, я собралась сегодня печь куличи на даче, да, буду? Не все любят изюм, между прочим Да, я знаю, Слава вообще не любит, а я обожаю Хотя я сейчас в эти куличи засуну и изюм И вот эти вот цукаты я купила И туда все засуну, короче Кто не любит, пусть не ест, не знаю ничего Правильно Кто не любит, тот выковырит Так, смотри, у нас очень сильно горит Так, а вот ты знаешь Вот так пролить Вот кладем Так вот Всегда можно бросить какую-нибудь крошечку на сковороду Да, и понять уже, что масло Как у тебя все красиво получается Ну, ты мне и катков побольше Опыта побольше Понятное дело У меня пока вообще такие шмяки выходят Так, как бы сделать так Чтобы все сырнички поместились У нас есть один кругленький Ну ладно, подождем, я сейчас поменьше стану Ну да А, твой кофе заслужила О, спасибо большое Ничего Сахар там добавить? Очень вкусный Кофе сделала у меня зять Очень вкусный Так, ну что Я не знаю, какая у тебя сковородка Поэтому я проверю Думаешь, уже можно? Да, уже можно Видишь? То есть вот так? То есть я просто не понимаю Они внутри 100% будут готовы По сути, да? Сейчас мы их все перевернем Так Можешь еще лопаткой помочь Ну вот эти по бокам Они всегда дольше жарятся Понятно Так, я вообще люблю вот эту штуку Так, ну вот, смотри Мне показалось, что он внутри сырой Такое может быть? Да Или... Во-первых, это... Там же по сути творог Вот я тоже думаю Как он может быть сырой Если творог и так можно есть сырым В общем, у меня, конечно, такое Главокружительное непонимание Что тут странно Все нормально Знаешь, сколько раз я сделала сырники Не так, как надо в своей жизни Боюсь представить Пока не научилась Так что это все нормально Так, вот видишь, как это у тебя горит? Да У тебя момента, вот, видишь? Да Вот у меня поэтому вообще У меня один раз до такого угля сгорело Ну, посмотришь Ну, вот у меня... Ну, два только чуть-чуть Не страшно Вот у меня плита другая, понимаешь? У тебя индукционная Значит, тебе нужно ее, когда ты перевернула Да, вот мы сейчас сколько по времени Еще сильнее избавлять Сколько по времени мы сейчас Ну, буквально, может, 3 минуты, 2 минуты, да? Значит, еще быстрее И убавлять, наверное, до пятерки И переворачивать их быстрее Значит, эти два у нас немножко подгорят Ну, ничего, у меня более подгорело И мы их съели с удовольствием Все, вот эти все готовы Они все хорошенькие И, видишь, ничего не подгорело Все, как раз Угу Сумма сойти Можно это даже поджарить еще Да ты чего? А скажи, я сырник хочу? Да, она любит Ты хочешь сырники? Да ты же моя девочка Да ты же маленькая моя Ну, сейчас Сейчас тебя будет тоже угощать А еще знаешь, что у меня получается Очень по-другому Нежели как у тебя И удивительно, что я делаю по твоему рецепту У меня получается вообще другое Точнее Короче, я делала котлеты Но это ты потом во влоге тоже посмотришь Я снимала Хорошо И у меня получается достаточно жидкое Вот это все Жидкость это у нас что? Вода? Вода, знаешь, перепухла Самое интересное Что я добавляю даже меньше воды Чем ты сказала в рецепте Может быть, я не сильно выжимаю хлеб? Может быть Ты просто смотри на глаз Вот я тебе говорю Рецепты рецептами А все равно Каждая хозяйка Она смотрит на глаз Это все с опытом приходит Видишь, маленький у нас поджарился Сейчас мы его за секунду Можно уже выключить Вот Все с опытом приходит Ну, сделаешь 20 раз ошибки А потом уже будет Это правда Но по вкусу вкусно Единственное, что просто Я из них еле как сделала формочку Потом посмотришь Вологи вообще ржака Я вымешивала его максимально Просто Оно, знаешь как Получилось вкусно Но слишком тающее во рту Добавляй тогда так много воды Вот и что В котлеты не обязательно так много воды добавляй Ладно Это ж ты не хинкали? Ну да Поэтому у тебя слишком жидкое тесто Так что посмотрите Какие красивые сырники получились у моей мамы Да Теперь я буду тоже такие рисунки делать Так, ну что Да, оставь это потом уберем Ура Все, теперь можно сидеть пить кофе И кайфовать Где-то через 20 минут Поеду В смайл студио В общем я туда еду Чтобы встретиться с Лизой Мы поедем в какой-нибудь ресторан Посидим недалеко от клиники Поболтаем Вот Мы так периодически видимся В рейсике Зависаем Болтаем Так, ребята Уху Так, сегодня уже пятый день Когда я веду активный образ жизни Рано встаю Ну ладно Надеюсь не обманывает нас навигатор На этот раз В общем через 20 минут я буду у Лизы То есть 14.09 Мы договорились в 2 Ну У нас там не по записи Я думаю, что ничего страшного Если я на 10 минут так опоздаю Я просто торопилась Списела Ну все, вроде пропипикалось у нас все Так, по сути Вот как бы навигатор Это мне не нужен В смайл студио Я раз в месяц точно приезжаю С Луизой мы стараемся тоже Ну как бы раз в месяц Прям вот встретиться классно Посидеть в кафешке Поужинать можно Ну в основном обедаем Вот Человек занятой Луизой Сами понимаете Не то, что мы блогеры Приезжала мама Поболтали Недолго, конечно Они сами на дачу едут Чтобы в пробки не попасть Она так ненадолго зашла Вот Причем она должна была заехать С Сашей в 11 20 В 11.30 где-то В итоге я сама встала в 11 Помыла голову И мама такая Ой, ну короче Мы сначала заедем домой Они там к зубному ходили С Сашей Вот Она такая Сначала мы заедем домой Вещи соберем Короче, погрузим Чтобы сразу от тебя поехать на дачу Я такая Блин, типа Я думала, вы так и сделаете Ну и короче говоря Пока они там собрались Это самое туды-сюды Я успела помыть голову Высушить голову Уложить волосы Накраситься Выпить кофеек Где-то полтора стаканчика Ну я сейчас в кафешке В ресторанчике Еще себе закажу капучино Вот Ну короче Я даже немножко дома Чуть-чуть буквально Прибраться успела Потому что перед мамой Стоит Ну чтобы дома было Не очень чисто А у нас дома Реально прям Фу, если честно Я даже ракуину помыла Ну потому что Знаете Я такая Ой, да ну что на это время тратить У меня сейчас Активная жизнь Уху Типа Гуляю Постоянно куда-то Езжу Снимаю Монтирую То есть вообще У меня реально Вот я домой прихожу У меня Время вот чисто Смонтировать Ну правда иногда Есть время Приготовить что-то Я стараюсь Включать готовку В свой день Скажем так Сегодня мама Сырники сделала Мастер-класс Мы с ней Друг с дружкой Поделились лайфхаками Не знаю кстати Как она От этой Сосисочки Творожной Отрезала кусочек Чтобы из него Потом слепить сырник Может быть Отрывала пальцами А я ей подсказала Лопаточкой Что я так делаю Не знаю Может быть она тоже Как-то отрывает Но Это классный лайфхак Она мне показала Другие лайфхаки Самый лучший лайфхак Это то что Не обязательно Все это замешивать Руками Потому что Это безумно холодно Помните как я мучилась Я еще думаю Господи Почему За что Сырники Так тяжело Даются Это же просто Завтрак Почему так больно И так плохо Это значит Без труда Не выловишь И рыбку С пруда Надо намучиться Чтобы скушать Сырники В общем Жесть Оказалось Что не надо мучиться Возможно Вы мне в комментариях Уже под предыдущими влогами Писали Юль Зачем ты так себя мучаешь Ты можешь это все Делая Ну как-то размешать Смесить Не знаю Ложкой Вилкой Я не могла Пока их выпить Рассосать Так сказать Короче Я не знаю Мы вчера со Славой решали Думали Как быть Как быть Потому что Я с одной стороны Очень хочу поехать с ним На дачу К нему А с другой стороны Я как представлю Короче Суть в том Что у них там Есть кошки И Каждый раз Когда мы туда приезжаем Причем Это не изначально так было А вот Тоже Не знаю Последние пару месяцев Может 3-4 месяца Назад это появилось Не знаю Это знаете Как вот аллергии У меня раньше не было На цветение А теперь есть Еще из любопытного Тоже по поводу аллергии Они могут не с рождения появляться А типа приобретенные Поняли И вот у меня аллергия На цветение Как раз такая И у моей подруги Насти Никогда не было аллергии На кошек Кошку там Да И представляете Че У него началась Недавно аллергия Очень сильная То есть не такая Как у меня Типа нос чешется Глаза почесались Там типа Чихала Сопливила То есть это мне кажется Лайт версия аллергии Потому что Ну сами представляете У некоторых людей Просто настолько Все плохо Тяжело Что даже дышать не могут Задыхаются То есть это Ну это на самом деле Очень серьезно и опасно Поэтому к аллергии Ну надо относиться Серьезно У меня просто Не такая Скажем так Степень Тяжести На цветение Вот это То есть да Мне плохо Да Мне не по кайфу Но как бы Не смертельно Вот И мне не надо Там резко делать Какие-то уколы Или знаете Какую-то срочно Таблетку Или там Ну слава богу Вот это не надо Потому что я знаю Что есть люди Реально У которых Аллергии Очень серьезные И вот у Насти Короче Аллергия началась Ну не знаю Опять же таки Насколько Прям Прям очень плохо Но она сказала Так что И врачи сказали Вот типа Вам таблетка И типа В случае чего Чтобы вы успели Быстро ее выпить Чтобы была возможность Вызвать скорую То есть Ну это уже Как бы Нифига себе Вот У меня конечно Такого нет Но мне все равно Утром тяжело От этого От аллергии Потому что я каждый раз Просыпаюсь И вот самые тяжелые Это первые там 2-3 часа После того Как просыпаешься Из-за аллергии Потому что дышать тяжело Глотка болит Ну горло Я не знаю И вот даже можно подумать Что блин Я заболеваю Типа симптомы похожие Вот горло такое Неприятное Прям Там нос заложен Вообще дышать невозможно Такая вялость какая-то Вот когда я просыпаюсь Утром из-за аллергии Вот Все это вот такие Неприятные симптомы Но потом через 2-3 часа Несмотря на то Что я не выпиваю лекарства Сейчас не пью Проходит Отпускает Вот Ну еще самые неприятные Первые 2 часа Где-то я постоянно Жутко шмыгаю носом Долго у меня Откладывает нос Даже если я постоянно Запшикаю Это просто кошмар Вот А к чему я это вообще Начала рассказывать Такую долгую историю У Славы на даче Есть кошки У меня никогда не было Аллергии на животных На кошек Но вот у него там На даче есть кот И у него Пух какой-то Подшерсток Я не знаю что Но так выходит Что Ну вот По всему дому Не то чтобы там Типа везде Эти волосы лежат Нет Но просто вот кот Например придет В комнату Ляжет На покрывало Потом я там полежу Или кот сядет На стул где-то Знаете Потом я туда сяду И у меня жесть Не такая сильная жесть Как вот прям назвать Что вообще с ума сходишь Но я начинаю чихать У меня чешется нос У меня постоянно Как будто бы Знаете Мне постоянно кажется То что если я вот так Вот сейчас сделаю Я достану прям волос Кошачий у себя Из носа И у меня прям Такое раздражение Начинается из-за этого Раздражение в плане Ментальное Типа Не физическое там Какое-то раздражение Ну короче Я начинаю чихать У меня начинает Не то что все Чесаться Глаза Ну вот нос Это самое страшное Потому что я начинаю чихать И так далее И так далее Вот И я поэтому сомневаюсь И не знаю Ехать мне на дачу Со славой сейчас или нет Я конечно могу начать Пить лекарства Другие Типа не знаю С сегодняшнего дня Начать их пить Чтобы Когда я приеду на дачу Помимо своей аллергии На весеннее цветение И еще Добавится аллергия На кошачий Вот этот пух Если бы не моя аллергия На цветение Сейчас Мне было бы конечно Ну раз плюнуть Типа да Поехали на дачу Пофиг Потому что Вот эту аллергию На кошек Я могу Скажем так Выдержать Но потом я думаю Господи Как мне было тяжело На даче Когда мы вот жили Потому что у меня там Еще больше Обостренной аллергии То есть Если здесь Мне надо проснуться И пару часов Прийти в себя Но я правда Не пью лекарства Но опять же таки Мне кажется Что они особо не работают Есть вариант Попробовать другие Но мне все таки Хочется Как-то дождаться Вдруг это все сойдет Но я думаю Что может быть Лекарства Другие какие-то Не знаю Может завтра начну Не знаю В общем Чтобы не мучиться Потому что Блин Просто не хочется Лишний раз Всякие лекарства пить Если я могу Прийти в себя В итоге Ну короче Я уже кстати Подъезжаю Через 6 минут Короче не знаю Не знаю Поэтому мы со Славой Вчера думали Сидели Думали Гадали Типа ехать Не ехать на дачу В смысле Слава точно поедет А я не знаю Поехать Не поехать В общем Не знаю Сложно сказать С одной стороны Хочу поехать А с другой стороны Понимаю Что Ну намучаюсь Правда С этими всеми делами Не факт Что лекарство Другое Мне поможет А мне в Москве Это тяжело На даче Мне будет еще Сложнее Там же еще Все цветет Более сильно Я поэтому Когда мы в Москву Приехали Мне стало легче Чем когда мы На даче жили Ну мы правда Не долго жили Господи Что там Неделю мы были На даче Но у меня было Ну намного хуже Я больше чихала Больше у меня там Сопли текли Вот это все Так все ребят Мы уже сидим В ресторане с Луизой Она очень занята Очень деловая Вот у меня капучинка Такая вот рыбка С пюрешкой Чайочек Вот у Луизы Там какой-то А паста у нее Так что кушаем Болтаем Погода сегодня хорошая Мы уже посидели С Луизой Покушали Поболтали Вот я сейчас еду Уже домой Ну в сторону дома В общем я Написала Кириллу Менеджеру Думала Может быть если он Свободен Встретимся Кофеечек попьем Вот Но он занят Ну ничего Договорились Встретиться В другой какой-нибудь день Потому что мы тоже Рядом живем На одном районе Классно Вот Что-что Я сейчас получается Еду домой И я все еще не знаю Что же мне делать Ехать на дачу Со Славой Не ехать Только что звонила папе Говорила ему то Что надо сделать ТО на машину Колеса тоже поменять Колеса у папы В салоне Стоят Лежат Вот И надо ТО тоже уже делать На машину В общем сейчас приеду домой Буду со всякими делишками Разбираться Какими-нибудь У меня просто есть делишки С которыми надо разобраться Не блогерские Короче дела Вот Во вторник приедет Клининговая компания Убираться дома У нас Генеральная уборка будет Я что думаю Хочу разобрать все вещи дома Я правда планировала Ну думала сделать это Может и понедельник Еще что-то Но я не знаю Если я не поеду Со Славой на дачу То могу это начать Ну нет Сегодня наверное Я не буду этим заниматься Если Слава уедет завтра на дачу То я лучше Не знаю С ним время проведу Может быть в кино сходим Хотя не знаю Что там вообще идет Что-то не идет Ну короче Не буду сегодня Наводить шухер дома Потому что Это как бы Когда начинаешь Это очень много времени занимает А я хочу прям Разобрать короче Гардероб полностью Посмотреть Что какие вообще вещи Не знаю Постирать какие-то вещи Погладить Ну в общем Хочу привезти шкаф в порядок Потому что уже видите Хорошая погодка такая началась И я просто понимаю Что у меня в шкафу Очень много висит Всяких Ну таких прям Очень теплых вещей Там костюмы спортивные Их очень много Конечно я их не собираюсь Убирать куда-то далеко Но в любом случае Хочется достать Больше каких-то футболочек Таких Не знаю Кофточек Каких-то уже Ну как-то не знаю Хочется уже как-то Гардероб немножко поменять У меня Как-то полно разных вещей Надо просто С ними разобраться Разложить как-то Подумать Что кого Куда Вот Хочется немножко Повоображать Ну просто Даже для себя Потому что Реально Всю зиму ходишь Постоянно в пуховиках В костюмах Теплых А сейчас Наконец-то уже Теплеет Поэтому Я и не в инуиках Хожу Знаете Таких типа Классных валенках Модных Но я думаю Вы видели Я уже не в них хожу А стараюсь Там сапожки какие-то Надеть Вот одними даже Ногу натерли Сейчас в другими В других хожу Ну в общем Хочется что-то Как-то знаете Менять Там сумочки Менять Кофточки Курточки Там пальтишки Уже хочется Как-то так По-разному Каждый день одеваться А не так Как зимой В пуховике В одном и том же Считай Ходишь И в одних и тех же Теплых ботинках Вот Так что хочу Разобраться с вещами В шкафу разобраться Завтра суббота Я думаю Что если мы не поедем Со Славой Ну если я с ним Не поеду на дачу То сходим завтра С бабушкой в церковь Кстати Позвоню ей И будем Эти Освещать куличики Яички Потому что Воскресенье Пасха Вот Дома конечно Бардак реально Но я Ничего не предпринимаю Вот Единственное Что я хочу И это самое Если хотите знать Сложное И самое Замороченное Занятие Это разбираться В шкафах В полках Потому что Ну действительно Соблюдать там Постоянную чистоту И порядок Очень тяжело В столе Я тоже У меня вообще Бардак просто Я постоянно думаю Всякое лишнее Хлам какой-то Повыкидывать А его же постоянно Ну и сложно Расставаться с вещами Да и не хочется Единственное Знаете чего Вот если для одежды Я нахожу Дома место Вот для обуви Не могу вообще Найти дома место В ужасном состоянии У меня обувь дома Стоит Везде Просто И мне очень хочется Как-то на это повлиять Как-то это изменить Но как это можно изменить Это же надо Чтобы было место Какое-то А где я Я не могу найти место В квартире Дополнительное Для обуви А у меня дофига Какая-то у меня Прям друг на дружке Стоит Знаете Хотя они там чистые Но все равно Ну как бы тоже Не здорово То есть хранение обуви У меня дома Прям очень страдает Потом какая-то обувь У меня вся в коробках стоит Тоже Коробки друг на дружке И из-за этого Очень часто Я даже не вижу Обувь вообще Какая у меня есть Мне всегда кажется Что у меня есть Только одни зимние ботинки Одни там осенние ботинки И кроссовки Типа знаете Все И это Ну тоже не здорово Хотелось бы тоже разобраться Поэтому Я очень конечно радуюсь Что когда-нибудь Правда непонятно когда В новой квартире Будет гардеробная Там у нас уже по плану Куча разных шкафов Везде По всему дому Просто шкафы Потому что Нужно мне место Я люблю Когда есть место Для одежды Когда она красиво висит Аккуратно Все сложено Когда у всего свое местечко То есть для меня Это прям Ну реально Мечта Мечта Потому что Когда знаете Поверхность Снаружи все красиво Аккуратно А внутри бардак Ну мне Хоть я и не Перфекционист какой-то Но мне это Очень грустно И мне всегда хочется Знаете Открыть шкаф И не знаю И увидеть Что у меня там Аккуратно Красиво стоят Все там Ботиночки Туфельки Кроссовочки Все чистенькое Такое классненькое Все перед глазами Так же как и сумочки Ну сумочки Вы видели Вы видели Наверное Я стараюсь Их Как-то тоже Хранить Но все равно Было бы у меня Другое какое-то Более подходящее Место Я бы как-то По-другому Их может быть Хранила Эти сумочки Стояли бы у меня Так ребят Я уже приехала домой И сейчас буду показывать Славе Тикток Который смонтировала Регина Который мы вчера Снимали Гимми-гимми Ну а где Ну мы в купальниках Вот Давай реакция В прямом эфире Ну как? Ну? Прослезился Ну скажи Хочешь еще раз посмотреть? Да Я еще раз посмотрю И может и не один раз Да Может ты мне еще Скинешь В хорошем качестве Да это в есть интернет В интернете посмотрим На жену свою Так Еще раз Классно На кого смотрел? На право Налево смотрел? Я конечно Я смотрел Просто на картинку В целом Ну да Ну да Какого цвета Регина купальник? Срочно Не знаю Знает он все Не ну Прикольно Не прикольно Ты что-то как-то тут Не это Не отцентрованная Как будто Типа ты чуть правее Чем надо Ну возможно Ну это такие Типа Ну Кто на это будет смотреть? Понравилось видео? Нормально одобряешь такое? Если я захожу в аккаунт девочке И там Каждая обнаженка Второй Там постоянно Только вот Не обнаженное видео Мне это не нравится А когда я захожу К своей жене Например Мне там нравится Потому что Во-первых Это моя жена Во-вторых Она у меня красотка Да? Да И почему мне нельзя гордиться этим? Можно Вот видите какой адекватный У меня муж Да тем более Что там Что-то кожа Да? Там особо Там свет даже Такой приглушенный Приглушенный свет Ну да Попахивает Там немножко Развратиком Таким Но в целом Ну мне кажется Что ничего Интересно увидеть реакцию Мама Ну спасибо Котя Спасибо за то Еще я пока Вклинился Расскажу У нас скоро Откроется сайт На котором Мы будем Выставлять свои видосики Вот И я уже Им занимаюсь Мы занимаемся Наполнением Будет прикольно Интересно Вот Специальная площадка Для того Чтобы Ну мы могли Реализовывать Своё творчество Не завися От Зарубежных Иностранных Компаний Не будем Говорить Каких От тех В принципе Да Вот Поэтому Ну поддерживайте Короче Это Российского Отечественного Производителя Не На самом деле Реально Скоро Мы откроем Доступ К сайту Вот Поэтому Можете Оставить свой Имейл Вот Под видео Я Юльке Дам ссылочку Это видео Будет Где-то Через неделю Да вообще Пофиг Какая разница Ставьте свой Имейл По этой Ссылочке И Пришлем Вам приглашение Когда сайт Откроется Чтобы вы Нас Не потеряли И мы Вас Тоже Все Пока Так Мама У меня написала Сообщение Что они Уже Доехали До дачи Еще Когда мы С Луизой Только Встретились Сейчас Я Скину И Скажу Чтобы Она Записала Голосовую Реакцию Короче Варианта Два Либо Она скажет Типа Ой Юль Ну Что-то Не знаю Мне кажется Это Как-то Слишком Пошло Как-то Что-то Такое Или Она Скажет Типа Молодец Доча Давай Давай Короче Варианта Два Реально Два Посмотрим Запиши Реакцию В общем Да Все Я дома У меня что-то Шея Не знаю Как будто Я спала Сегодня Криво И вот Прям Прям Везде И хочется Знаете Не стянуть Ее Вот Здесь Короче Болит Тянет Сейчас Поменяю Аккумулятор Муж Мне сделать Чаечек Или кофе Если он Сможет А то он там Монтирует Не знаю Поухаживает Чуть Отдохну Маленько И потом Не знаю Что буду делать Так Реакцию Мамы Я не поняла Я должна Реакцию Мне очень понравилось О Класс Так она Изображает Говорит Класс Браво Супер Да У меня вообще Мама постоянно Говорит Она на меня Ругается Можно сказать Когда я надеваю Всякие Какие-то Балахоны Знаете Объемные вещи Она говорит У тебя такая фигура Ну понятно Она моя мама Еще поэтому Она всегда Меня так Ну типа Я принцесса Знаете Что у меня Идеальная Талия У меня идеальная Вообще Фигура Волос Все Короче Она ругается Когда я с масками Снимаю Ну в сторис Там еще что-то В общем Она всегда За то Чтобы я показывала Себя Как можно больше Потому что Просто чудо Ну мне кажется Так любая Любящая мама Будет К ребенку Относиться Вот так что Ей понравилось Это видео Несмотря на то Что Мы там В купальнике Если хотите Посмотреть То Посмотрите Можете найти У меня На страничке Вы поняли Где искать Что Что говорить Видали Расковыряла Себе лицо Ну В одном Так месте Расковыряла В общем Я села Кушать Блин Как я Не знаю Что у меня С спиной С шеей Так болит Я сейчас Кушаю Бистроганов С гречкой Это мое Самое Любимое Блюдо Просто Мама Сегодня Принесла Она специально Не стала Говорить Потому что Ну короче Сюрприз Хотела сделать Она знает Что я Просто Обожаю Ее Бистроганов Это просто Восторг И мне очень нравится Это именно С гречкой Ну в ресторанах Часто кстати С пюре Бистроганов И бистроганов Еще часто С грибами Делают Но Я люблю Без грибов Сейчас переписываемся С Кариной По поводу пресетов Хотим сделать скидку Весеннюю Как раз К 1 мая Ведь наши пресеты Они как бы Ну как для творческих людей Для людей Которые любят Фотографироваться Любят фотографии Для фотографов Вот Ну как бы Каждый человек Который любит Фотографироваться И фотографировать В моем понимании Творческий человек Ну грубо говоря Скажем так Да Вот И творчество Очень часто Вдохновляет Людей То же самое Что вы смотрите Какие-то красивые фотографии Там картинки И Ну как-то Вдохновляетесь Вот Нам хочется Сделать такой посыл То что Короче Хотим сделать хорошую Такую большую скидку Чтобы люди Вдохновлялись Радовали друг друга Чтобы не забывали Про творчество Ну и просто Приятная скидка Короче Мне постоянно пишут Общаемся ли мы с Кариной Карине постоянно пишут Общаетесь ли вы с Юлей Но мой любимый вопрос Это Почему так редко Видитесь с Кариной Не знаю Не знаю Реально Что-то вот она Из соседнего двора Не выходит Гулять Короче Вы знаете То что я когда наелась Я дальше не ем Не доедаю То есть даже если Еда остается в тарелке Я не доедаю Потому что мне будет плохо Если я начну больше Переедать Меня просто начнет тошнить От того что Ну как бы я уже не могу У меня уже не лезет Ну и дышать плохо Тяжело Зачем мне это надо Короче Ну вот бифстрог Я если уже наелась Но у меня в тарелке Еще что-то осталось Я буду до конца есть Вот настолько сильно Люблю это блюдо Блин так интересно Карина постоянно Ну не постоянно Но периодически Взвешивает Считает калории Взвешивает еду Мне честно Безумно было бы интересно Узнать сколько калорий В день я ем Реально Но я не умею это считать И мне как-то не сильно Хочется заморачиваться Но можно было бы провести Такой эксперимент Мне самой интересно Потому что мне кажется Я не знаю даже Что мне кажется То есть это просто Интересно узнать Типа прикиньте На самом деле Например я очень мало Ем калорий Или наоборот Я ем Вообще Дофига Калорий То есть вот Любопытно просто Узнать Все Вилечка Мама все съела Мам Можно выйти из-за стола Я сидела Отвечала на вопросики Кто-то у меня спросил Откуда сумка На шею Через плечево В которой я ношу Вивьену Я очень сильно хочу Что-то вот такое заказать Ну может не сейчас заказать Но я хочу снять мерки Пока я нашла картинку По которым определить размер Так Хочу понять С или М А еще представляете Что мне написали То что Даже не один человек Некоторые Мои подписчики Завели себе Йорика Ну Как Вивочка По роду Да Потому что На Вивочку смотрели Да И видели Какая Вивочка Деточка Да Или какая Вивочка Деточка И тоже себе Такую детку Захотели Принять Стой 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 Не уходим Мамочке Очень нужна Сейчас мамочка Поймет Что тебе замерять Животик Ножки Расстояние Так Размер сумки А Размер сумки Понял Размер бюста Контрольный разрыв Три идеи Блин Тут все вообще Непонятно Ладно Давай пробовать Дюймы Что за Смотри Хочу померить Твой животик Наверное Вот такой Надо померить Да не волнуйся Ты Мама таким Тоже себе Талию Как-то мерила Ооо Да ты Животик Ха-ха Тихо Стой Так У тебя Значит Животик Тридцать Семь Ну Да Тридцать Семь Ну-ка Вкини подбольше Вкини Ровут Вкини Ровут Вкини Живот Так Сейчас Я буду записывать Твои параметры Может быть Я в модельную школу Отведем Так Вива Обхват Животика Тридцать Семь Я сказала Тридцать Семь Ой Настин Скрутилась Так Рост Давай рост Замеряем Как раз Пока ты валяешься Давай Вытянись Колбаску Давай От лапки Дай лапки Ну дай лапку Так Не Не бойся Давай Как ты тянешься Когда ты маме Показываешь Какие у тебя длинные ножки Как в модели Давай Давай Вот Так Где-то 44 Наверное Ну-ка давай Ложись Лежать Лежать Лапы сюда Так Лежим 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 Ну да Где-то Где-то 42 Хотя я не знаю Ноги надо мерить Сюда куда пошла Ну 40 Грубо говоря Рост 40 46 Если с ногами И руками Иди сюда Иди сюда А что там еще Надо Все равно Нельзя спуститься Мама тут сидит Ну давай Ну прямчик ты мой Мне надо С твоим Знаешь что замерить Вот от этого Да ну стой Мы тебе будем Курточку шить Встань Встань О Молодец Вот это 19 Сантиметров Так От ноги До руки 19 Семы А что еще там С собачками Пробел Под собаки Давайте теперь Понимать Дюймы Дюйм 37 Сантиметров 37 Сами Это 14 Дюйм 46 Вифи я что-то не понял Ты что в обхват Примерно столько же дюймов Сколько в длине Сколько и твой рост Блин Надо может найти Другой Более Удобный Расчет Наверняка Если то я какой-то нашла Видимо не русский Поэтому Вот эти все дюймы Ну ладно Ты свободна Иди 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 Спасайся Собачка Все Пошли Можешь Напыкаться Все Мама с тобой Разогралась Иди дальше Так Ищем сумку Для собак Через плечо Хотя Подожди Я не через плечо Хотела Я хотела Рюкзак Типа для собак Только спереди Рюкзак Для Собак У меня сегодня Такое вообще Состояние Вот сейчас прям вообще Нет силы Ни на что Прям Вуаляться И ничего не делать Завтра поеду в гости К папе А конкретно Еще В общем Хочу поснимать С Юлей С папиной женой Видео Она Отучилась Ну не знаю Как правильно сказать Но в общем Дизайн человека Она может Сделать расклад Ну не расклад Расклад Это второе Ну как это сделать Сказать Просчитать карту Рассказать все Что написано По вашей карте Что за тип человека Кто И что Ну в общем Для этого дата рождения Нужна И время Рождения Вот И я хочу Чтобы мы с ней Поболтали об этом Потому что Это многим интересно И в последнее время Особенно многие Таким интересуются Любопытствуют Так сказать Вот И плюс ко всему Она делает Вот эти разборы Кто-то Из моих подписчиков При желании Сможет обратиться К ней Вот Если захочет Сделать себе такое Только я не понимаю По размеру Типа вот так И вот так Скорее всего А у нас Получается Рост Может я что-то Не так замерила Типа 28 на 18 Это как считать Вот посмотрите Вот где я тут Должна понять Куда 28 А где 18 Кстати Вот такая штука Была бы мне Намного удобнее Чем вот эта сумка Через плечо И голову Потому что Когда мы например На даче И Вивочка не хочет Где-то сидеть Одна Или ходить по полу Она просится Ко мне на ручки И мне постоянно Приходится ее носить Вот так вот На своей шее Вот так вот Просто гирю Почти 3 килограмма Вот А если бы у меня Был такой рюкзак И она бы у меня Вот здесь Вот как младенчик Сидела бы И я бы могла Вообще двигаться И не придерживать Ее руками Это было бы мне Намного удобнее Реально Ей богу Поэтому я хочу Такую штуку Просто вопрос В том Где я ее найду И когда Классная штучка У меня спросили Просто где мы брали Вот эту переноску Как я уже сказала Да серую Вы наверняка видели Зашла в зоомагазин И просто она висела Одна А я реально хотела Такую штуку Но я что-то Как-то не натыкалась На нее У нас были другие Какие-то сумочки Не через плечо А вот такие Типа вот сюда И здесь вот собачка Но это жутко неудобно Если честно Ну иногда может удобно Но в целом Так ходить неудобно Особенно с маленькой собачкой Которая постоянно Там крутится Верится Головой смотрит туда Да и просто Мне так намного страшнее Ее носить Потому что Мне постоянно кажется То что вдруг Она перевесит сюда Или назад И улетит куда-то Знаете Из этой сумки Хотя там есть прицепить Но все равно неудобно Вот И короче Я увидела просто Вот эту кенгурушку Классную Через плечо Я ее взяла Она была единственная Вообще в одном цвете В одном экземпляре Там размере Не знаю Там кстати В этой сумке Есть внизу крючочек За который Ну не крючочек А такая штучка За которую можно зацепить Там поводок Ну не поводок Не знаю А шейник Короче вот такая штука Чтобы собачка Если что там Не выпрыгнула Грубо говоря Для большей безопасности Но я так никогда не прицепляю Потому что Ну как бы Я так знаю Что Вива Никуда не побежит Ей самое лучшее местечко Это у мамы на шее сидеть Вот И потом Сколько раз Я не приходила В зоомагазины В какие только не приходила В разные абсолютно Реально Не только в один Тоже нигде Ни разу не видела Вот клянусь Я не знаю Сколько это было Там лет назад Может пару лет назад Я зашла Увидела Так Взяла И потом Ни разу Нигде не видела Не знаю почему Может их быстро разбирают Может их вообще не привозят Потому что думают Типа кому это надо Хотя вот лестницы Да Лестницы очень часто Всегда практически Я вижу Хотя вот в Подмосковье Например Мы на дачу приезжали Как-то В зоомагазин И там не было Лестниц Для собачек Ну вот как вы видели На которой я так сидела Потому что у нас Вивочка-то не прыгает Она только по лесенке Забирается Вот А у нас этих лесенок У-у-у-у У нас здесь в Москве Две Потом на даче На одной Одна лесенка У мамы на даче Еще одна лесенка У Славы на даче Еще одна лесенка То есть вы понимаете Да у нас пять лесенок Они кстати Не дешевые Но у нас Было по-моему Две Да у нас две лесенки Были по бартеру А остальное Даже не У нас шесть лесенок Ну просто Одна не подошла По размеру И Я не помню Что с ней По-моему Она просто на даче стоит Мы ей не пользуемся Ну короче Что-то не подошла По размеру Не помню И что-то вот стоит Ну не знаю Может Заберу как-нибудь С дачи Кому-нибудь Здесь подписчиков Подам У кого собачка Побольше Ну повыше Чем вивочка Вот Можно будет встретиться Отдать Не знаю Или продадим Не знаю В общем ладно Ребят Я на этом с вами Прощаюсь Я сегодня Устала Ну не потому Что я много Чего сделала А просто Наверное Потому что Я не высыпаюсь Уже сколько-то дней И Ну наверное Аллергия Тоже Меня немножко Выматывает Вот Поэтому Хочется Каждый день Мне хочется Лечь пораньше Но каждый день У меня это не получает Просто не получает И все И при этом Мне хочется Максимально рано Вставать Насколько я смогу Себе это позволить С мой организм Господи Как громко Свести трамвай В общем Всех люблю Целую Обнимаю Спасибо Что смотрели Этот влог Оставляйте Как можно больше Комментариев Я все читаю Мне безумно Интересны Ваши мнения И вообще Пишите Какие у вас Впечатления От недели Влогов И хотите ли вы У нас еще два дня Впереди Если что Не волнуйтесь Я типа Ну все помню Работаем Делаем Снимаем Вот Но просто Фидбэк Жду от вас Всех люблю Целую Обнимаю Будьте счастливы Здоровы И всем пока